В Ульяновском техникуме отраслевых технологий и дизайна проводят профессиональные пробы для школьников. Ребят знакомят с азами различных профессий. В этом учебном году появились и занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. В одной из аудиторий школьникам рассказывают о профессии социальный работник. В игровой форме ученики вместе с преподавателем проработали базовые качества личности специалиста соцзащиты. Ответственность, сострадание, любовь к людям. Эти слова написали на открытках, которые воспитанники школы-интерната номер 91 смастерили из цветной бумаги. К нам пришли ребята из 91-й школы, ребята с ограничением по зрению. Мастер-класс мы проводим, опираясь на то, что знакомим их поближе с этой специальностью, изучаем клиентов в социальной сфере, знакомимся поближе с людьми, которым нужна помощь, которые остались в трудной жизненной ситуации. А в другом классе совершенно другая атмосфера. Манекены, швейные машинки, оверлок, отпариватели. Здесь ребята погружаются в мир дизайна, кройки и шитья. На мастер-классе ученики 88-й школы в этот раз шьют декоративные элементы одежды под названием буфы. Это пышные, зачастую фигурные сборки на ткани, о чем свидетельствует этимология слова. Оно произошло от французского буфе, что означает «топорщиться» или «надуваться». Этот вид отделки выполняется при помощи стежков, которые закрепляют ткань, создавая рельефные складки. Марина Беззубова на школьных уроках технологии уже шила кухонные принадлежности, и в этот раз ей удалось выполнить задание. Девушка хочет стать программистом, а курсы шитья ей нужны для души. Это в первую очередь расширение кругозора, познавание нового. Я бы сама хотела все джинсы шить, сама скроить, сама шить. Этот техникум не случайно выбран для расширения программы проекта «Билет в будущее». В этом учреждении издавна работают программы профобразования для особенных ребят. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ. Продолжение следует...